Под завалами находятся 5 человек, нам достоверно известно, находятся в больнице. Один из них в реанимации. По данному факту возбуждено уголовное дело. Уголовное дело я держу на контроле как руководитель региональных правительств под личным контролем. Уголовное дело возбуждено как по самому пожару, так и по ряду должностных лиц, потому что у нас 100 нянек, а дитё без глаза. У нас куча контролирующих органов, которые не видели на протяжении, насколько мне известно, последнего года. Потому что это частная гостиница, нигде не зарегистрирована, нигде не значится. И здесь проживают люди в непонятных условиях. С учётом одесской трагедии, которая произошла, я думаю, что мы сделаем соответствующие выводы. Мы, вне всякого сомнения, привлечём всех виновных, как руководителей этой гостиницы, или собственников этой гостиницы, так и должностных лиц в уголовной ответственности. Валерий Петрович, а собственники это запорожские люди или это... Приезжие. Сейчас вот я дал распоряжение, поехали, изымут учредительные документы. Насколько мне известно, что они уже находятся в УВД области. С ними уже идёт разбирательство. Это жители запорожда. Сколько человек? Не один классный? Несколько, да? Ещё несколько. Говорительная причина пожара? Возгорание права. Ну, это будут проведены ещё дополнительные экспертизы пожаротехнические. Нам честно скажут, от чего произошёл пожар, в каком месте произошла его локализация, место расположения. По личностям погибших, что-то известно? С учётом того, что эта гостиница находится возле рынка, то, как правило, здесь проживали временно люди. Либо торговали на рынке, либо... Ну, поскольку ничего не могу сказать, к сожалению, пока доступа к телам нет. То есть мы понимаем, что пожарники подошли пожар, там находятся несколько тел. Ну, сейчас следственная оперативная группа всё выясняет, всё... То есть идёт процесс следствия, идёт процесс допроса. То есть, и ответственность, которым вынесены те, кто тому принадлежит? Ну, два вида ответственности. Ну, ответственность уголовная, для всех голосов нет. Два вида, две категории граждан, которые попадают. Это непосредственно хозяева этого гостиницы и директор того предприятия, который числится по бумагам, как директор. И вторая группа ответственных лиц, это должностные лица, которые видели, которые понимали, что у них на территории находится эта гостиница без будь какого разрешительного документа. Ну, почему-то закрывали глаза.